Привет, друзья! У больших регулярных выпусков редакции, у редакции Ньюз и у большей части нашей команды небольшие летние каникулы. Нам нужно сосредоточиться, перезапуститься перед новым сезоном, перезагрузиться. Точнее сказать, у нас на этот новый сезон огромные планы. Но наш контент не уходит в отпуск. У нас будет три спецвыпуска интервью. Я, честно сказать, никогда не хотел работать в этом жанре на Ютубе, потому что есть большое количество людей, вы их прекрасно знаете, которые отлично с этим справляются. Но нет правил без исключений. Как раз я решил, что середина лета – хороший момент, чтобы сделать три больших интервью с моими соседями по платформе, то бишь Ютубу, на которых я смотрю, за которыми я наблюдаю и у которых даже чему-то учусь. Первым будет интервью с Ксенией Собчак. Её канал появился на три или четыре месяца раньше редакции, и я за ним наблюдал с самого начала. Особенно внимательно наблюдаю за ним в последнее время, потому что Ксения тоже сделала формат новостей, и потому что Ксения делает большие документальные фильмы-репортажи, фильмы-расследования. Если вы не видели, обязательно посмотрите на канале у Ксении фильм про Среднеуральский монастырь и отца Сергия. Это действительно выдающаяся журналистская работа Ксенина, режиссёра Сергея Рыженкова, всей команды. Это действительно отлично сделано. Я считаю, это вообще лучшее, что было за эти полтора года на Ксенином канале. Мы поговорили и про Сергия, поговорили и про Ютуб, почему вы до сих пор в России не запретили, но и про инсайды, которыми Ксения обладает тоже. Посмотрите. Ты полтора года на Ютубе, вышла на три месяца раньше редакции. Как-то изменилась твоя жизнь из-за Ютуба? Да. Я, честно говоря, не думала, что меня так это всё захватит. Я решила сделать Ютуб-канал просто потому, что стало понятно, что возвращаться на дождь, что это уже какой-то закрытый период. И мне хотелось уже делать что-то самой. Самой продюсировать, самой набирать команду, потому что Наташа меня пригласила на дождь. Мы стали делать проект. Но когда нет какого-то огонька, у тебя получается это немножко хуже, чем обычно. Поэтому я стала делать проект, дебаты. И в какой-то момент, когда на дебаты ко мне пришёл уже Максим Кац, при всём моём уважении к Максиму Кац, я поняла, что мне хочется делать что-то другое. И запустила канал. Но я не думала, что меня так это заведёт, увлечёт и так далее. Это на самом деле… Я удивляюсь, что до сих пор Ютуб не закрыли в России, потому что это реально такое последнее свободное окно, которое не связано… Я тоже удивляюсь. Реально. Вот знаешь, мы оба с тобой сняли фильмы про Листьева. Сделали каждый это по-своему. Но и у тебя, и у меня была одна мысль, мне кажется, очень важная, что вот эти 90-е, когда Константин Львович рассказывал эту прекрасную историю, как приносил кассеты, и там внутри была уже реклама, которую обязаны были ставить на телек и не платить за контент, но зато показывать ту рекламу, которая вшита в программу. Но по сути дела Ютуб, экономика Ютуба, она работает как в 90-е. То есть ты честно продаёшь свои интеграции, свою рекламу, делаешь классный продукт на свои деньги, выкладываешь его, ни от кого не зависишь. Это, конечно, дико круто. Я нахожусь у необычного сооружения. Это самое большое в России офисное здание, построенное из дерева. И здесь рядом со мной Александр Дубовенко, главный по всему этому строительству. Александр не просто успешный бизнесмен. У Александра, как и у меня, есть Ютуб-канал. Он называется «Будвуд». И там Александр рассказывает про дизайн, про архитектуру, про бизнес. И сегодня Александр проведёт нам здесь небольшую экскурсию. По поводу этого здания. Как вы правильно сказали, это самое высокое деревянное здание в России. И построили мы его с двумя целями. Во-первых, для того, чтобы сотрудникам работалось хорошо, они фактически как в домашней обстановке находятся. А во-вторых, мы хотим доказать этим зданиям, что дерево бывает серьёзным строительным материалом. Вы рассказываете на своём канале про строительство не только в России, но и в других странах. Я знаю, что вы в Японию ездили с командой. Какие особенности там строительства? Да, вот этот ролик, кстати, наш японский, как раз очень много набрал просмотров. Людям понравилось. Что в Японии интересно? Во-первых, там очень фанатичный подход к качеству. То есть качество контролируется буквально на законодательном уровне. То есть если у нас возможно существование некого бракодила, которое делает, но не понимаю никак, избегает потом, там это невозможно. А зачем вы завели себе YouTube-канал? Дело в том, что на этом рынке коттеджного строительства очень много обмана, разочарования, страданий. Я слышал, да. Если вы как-то с этим сталкивались, то знаете, как люди какими словами называют строителей. Вот. И я понял то, что это связано с тем, что у людей просто не хватает знаний, и они вынуждены искать по цене. То есть когда они выбирают строителей между собой, они просто вынуждены ориентироваться только по цене, потому что других критериев у них нет. Для того, чтобы правильно выбрать себе бригаду, прораба или строительную компанию, нужен какой-то уровень знаний. И вот фактически нужен образовательный канал по этой теме. Ну и в том числе, конечно, чтобы нам это помогало, да, объяснять, чем одни компании отличаются от других. И поэтому мы создали образовательный канал на тему коттеджного строительства. Канал Goodwood. Я за время общения убедился, что Александр действительно профессионал своего дела. Советую подписаться на канал Goodwood всем, кто задумывается о строительстве своего дома или кто интересуется бизнесом. Там есть еще интервью с интересными бизнесменами. Ссылочку оставляю в описании. Смотри, я начну с цифр, если позволишь. Я посмотрел топ-5 твоих самых популярных видео на канале. Первая – Бузова, вторая – Гуф, третья – Киркоров, четвертая – Варнава, пятая – Лобода. При этом мы с тобой недавно говорили или переписывались, не помню. И ты, я помню, очень завелась на формулировку «Светский интервьюер». Почему? Ну, потому что мне кажется, что я всё, что угодно, но не светский интервьюер. То есть у меня огромное количество очень разных работ. И понятно, что Ольга Бузова всегда наберет больше, чем интервью с Курентисом или с Ларсом фон Триером или фильм. Там вот фильм «Сапоги Родины», который тоже, я считаю, прекрасной работой, но набрал полмиллиона. Но, конечно, с точки зрения ценности, это гораздо более ценная работа для меня лично. Ну, это такой баланс. Здесь немножко Бузова, здесь немножко триера, здесь документалистика. Я это делаю осознанно. И мне нравится, что мой интерес, он не сводится только к какой-то одной части чего-то. Ну, знаешь, есть такое модное слово «органично». Вот ведь многие скажут, что для Ксении Собчак органично интервью с Киркоровым, Бузовой и т.д. и просмотры это подтверждают. Ты согласна? Конечно, кому-то кажется органичным, как я себя вела в «Доме-2» и скучают по блондинке в шоколаде. Но я же не про то, чтобы понравиться людям, Алексей, вся моя жизнь. Она не про это, а про то, чтобы делать то, что мне интересно. И я делаю Ольгу Бузову, потому что я не думаю в этот момент, сколько я получу миллионов. Мне реально она интересна, как персонаж действующей реальности, как такая поп-дива с удивительной судьбой. Но ровно так же мне интересен Курентис или снять фильм про армию контрактную и дело, которое мы там расследовали. То есть Касимов и т.д. Самые разные темы. Я делаю про то, что мне интересно. А то, что у людей я не кладусь на какую-то полочку, я всегда это говорю, это проблемы людей, а не меня. А как ты объясняешь, что и «Сапоги Родины», и фильм про Касимов в коронавирусе плохо собрали? В сравнении с «Сапоги Родины»? Ну неплохо. Для таких работ они собрали хорошо. То есть давай так, например… Ну слушай, всё, что меньше миллиона, это у нас считается так. Ну слушай, считается так, но всё равно неплохо для такого жанра. То есть условно такого рода фильма на кинопоиске соберут 200-300 тысяч или там на телеканале «Дождь». Поэтому я считаю, что это неплохие цифры, они не гениальны. Но да, ты прав. Людям всегда будет интересно больше про развлекательное, про что-то такое с перчинкой, особенно от Ксении Собчак. Они этого ждут. Я им это даю умеренно в тех дозах, которые для меня приемлемы. А почему ты не поехала сама в Касимов? Ты записала подводки в «Ауди», а в самом городе, насколько я понимаю, тебя не было. Я поехала. Мы просто не стали… Ну то есть стало понятно на каком-то этапе, что моё появление с людьми там, оно разрушает общую концепцию. Поэтому в какой-то момент Серёжа принял решение. Он говорит, послушай, ну это разрушает всю картину, потому что как только ты появишься в администрации города, где тебя там тут же будут ждать телефонное право и так далее, это разрушит важный материал. Так как для меня всегда материал важнее моего личного появления, мы приняли совместно такое решение. И у нас вообще есть уже устойчивое по нашим документальным фильмам выражение «эффект Ксении Собчак» или «эффект бородатой женщины». Это эффект того, что как только я где-то появляюсь, у людей сразу меняются реакции, они сразу начинают бояться, самоцензурировать какие-то вещи, звонить куда-то в какие-то инстанции и так далее. К нам сама Собчак приехала, что делать. И иногда это помогает, а иногда это портит расследование. Поэтому мы как раз работаем, скажем так, двумя группами. То есть в фильме «Клюквенная пать» это помогло? Да, это помогло, конечно. Это помогло, и возбудили заново уголовное дело. Бастрыкин взял это под личный контроль. Против вот этих ментов, про которых вы делаете? Да, то есть там уже трёх человек посадили. То есть они уже задержаны. Один, по-моему, ещё не осуждён. Двое ждут суда, один уже осуждён. То есть мы действительно добились справедливости, найдя и уговорив с нами поделиться информацией единственную свидетельницу того преступления. И тогда это помогло. И на самом деле в Екатеринбурге это помогло, потому что послушники именно хотели поговорить со мной и доверились тому, что я буду следить за их судьбой, и я собираюсь это делать. Потому что они были запуганы, им всем звонил Сергий Романов, отговаривал от встречи, говорил, что он сделает так, что они нигде не смогут работу потом найти и так далее. То есть это тоже помогло. А в каких-то ситуациях это мешало. Всё-таки, извини, что я тебя всё время возвращаю в Дом-2, у тебя был выпуск в формате ток-шоу, экспериментальный, как я понимаю, про Рудковскую и про то, почему всех утомил гламур. И он самый задизлайканный, я посмотрел на твоём канале. 35 тысяч дизов на 12 тысяч лайков. Объясни, пожалуйста, почему. Ну, я думаю, что из-за личности Яны Рудковской и всего вот этого скандала связанного. Из-за твоей личности? Ну, а что, я там введу программу так же, как десятки раз до этого и десятки раз позже. То есть это отношение к герою? Ну, мне кажется, так. У меня, кстати, например, Симонян выпуск тоже был очень задизлайканный, если ты посмотришь. То есть есть какие-то герои Ютуба, и даже в комментариях люди пишут, что ну как бы ссори, но дизлайк герою. Ну, плюс, слушай, у меня в принципе изначально мне приходилось много раз перебарывать какое-то отношение к себе. То есть там много каких-то комментариев, не имеющих отношения к сути видео, когда людям просто приятно написать «Собчак лошадь», «Собчак сука», «Ненавидим», «Сожгите её». Ну, такое тоже есть. Я к этому спокойно отношусь. А тебя это расстраивает, дизы, комментарии? Знаешь, ну как, мне... То есть это та реальность, в которой я живу. Вот я понимаю, что у меня такой выбор. Вот люди в целом... То есть я не человек, к сожалению, который создан для любви. Меня вот как-то... Ну, может, я так выгляжу, не знаю, плохо. В смысле для любви к тебе, ты имеешь в виду? Ну да. Меня как-то в целом не очень любят. То есть когда я что-то делаю хорошо, это готовы как-то похвалить. Но в целом «Собчак» раздражает. «Собчак» не нравится. Поясни, почему. У тебя же есть теория наверняка. Ну, теория есть, но она... Это только одна из теорий. Ну как, вот знаешь, есть любимчик в школе, в классе. Вот там, не знаю, девочка, которую все обожают. Или мальчик, в которого все влюблены. А есть кто-то, что, сука, бесит человека. Вот мне кажется, что со мной история про то, что... Ну, давай так. Моя теория состоит в том, что меня много. Я активная. И у людей, особенно у русских людей, ну, есть неприятие, и даже есть такое слово «выскочка». У нас не любят выскочек. То есть то, что, например, в английском языке считается крутым, слово «ambitious». То есть «ambitious person», амбициозный человек – это крутая характеристика. Если тебе такое в резюме напишут, то это будет считаться как бы круто. В России, если про тебя скажут... Там есть, насколько я помню отдельное слово про «выскочку». Да, в России, если тебе скажут «амбициозный человек» – это уже плохо. Если он карьерист – это ещё хуже. А если он выскочка, как многие думают про меня, то это вообще тушит свет. Меня воспринимают часто так, что «ну-ка, что она везде лезет?» Там она и здесь, теперь ещё и на Ютубе, и ещё и вот это, и док-ток, и туда. Она везде невозможна, уже невозможно на неё смотреть. У людей вот такое есть тоже ко мне отношение. Я думаю, оно связано с тем, что люди не хотят видеть и смотреть иногда на человека, у которого получаются многие вещи в разных сферах. Им это не нравится. А может быть, это больше с деньгами связано, что ты богатая и этим раздражаешь? Ты знаешь, в том числе. Это тоже такой миф, который невозможно перебороть. Ну ты же правда богатая. Ну ладно, Лёш, ты же как раз в отличие от многих знаешь, как я живу. И знаешь… Ну как, откуда я знаю, как ты живёшь? Ну как, ну мы с тобой, не знаю, как-то много раз виделись, ты снимал срок вместе со мной. Ну я примерно представляю круг твоей жизни в связи с Ютубом, но я не знаю, как ты живёшь. Ну давай так. Я, безусловно, богатый человек по меркам Российской Федерации. Но я также понимаю, что для большинства людей вот эта грань после определённой суммы между богатым человеком и просто человеком, который зарабатывает деньги и делает свой маленький или средний бизнес, она стёрта. То есть у людей представление, что вот есть где-то я, Абрамович и Фридман. И это вообще не так. То есть надо понимать, что я живу, ну как, то есть... Ну слушай, я сейчас буду говорить какие-то вещи, в это же всё равно никто не поверит. Доказать это невозможно. Я приехала, жила в съёмной квартире, у меня никаких денег от моей семьи не осталось, и наоборот я сама там маме помогаю. Ну это отчасти такое лукавство, как Путин любит тоже рассказывать, как он жил в коммунальной квартире. Подожди, ну это реально правда. Ну там, я не знаю, все люди там... Ты же журналист, можно вести справки. Ну вот у меня есть эта большая квартира в Питере, которая была там в моей семье, она остаётся моей, но я там не живу. Ну в Москве я живу в маленьком таунхаусе, что тоже неплохо, то есть не то, что я как-то бедствую. Я живу в таунхаусе за городом, в таком посёлке, ну вот рядом со мной живёт Ирина Дубцова, например, моя соседка. И ещё раз, я неплохо живу, я зарабатываю хорошие деньги, я в Фарбсе занимаю какие-то строчки, у меня там миллионные заработки в год. То есть в этом смысле я богатый человек, но я это трачу на свои проекты, я плачу зарплату людям, у меня есть ещё какие-то бизнесы помимо Ютуба, которыми я занимаюсь. Это как бы деньги, в которые я всё время с ними что-то делаю и работаю ещё. Но я, конечно, не олигарх и не человек, который меня вот это задевает, потому что это совсем неправда. Что якобы папина деньги, что-то мне там… Я вообще не хотел, чтобы ты оправдывалась на самом деле. Это неправда. Я спрашивал немного про другое. Такая нелюбовь к тебе, проявляющаяся в том числе в дизах, является ли следствием… Ну давайте тоже не везде в дизах, там пару-тройку видео. В том числе я сказал. Является ли это следствием того, что ты воспринимаешься богатой, элитой, которая как бы сверху вниз людям что-то говорит? Ну думаю, что да, у нас… Ну как тебе сказать? Я помню момент всеобщей любви ко мне. Он такой был в моей жизни. Когда? Момент, когда были обыски, когда я вышла на болотную, когда я потеряла работу, и люди как-то меня жалели очень и проявляли солидарность. Потому что у обывателей есть такое представление, что если ты очень богата, а в представлении людей в 12-м году я уже была очень богата, хотя это не так, то ты должна всю свою жизнь заниматься благотворительностью, не знаю, отказаться от всего, жить вот такой жизнью социально ответственной, и тогда это социально приемлемо. Если ты богатая и еще, простите, при этом ну как сказать, выпендриваешься, выскочка, то тогда это неприемлемо. Но дальше я же живу свою жизнь, и я понимаю, что это не деньги откуда-то с неба упавшие, это деньги, которые я заработала, это не деньги, которые у меня остались в наследство, и я их в том числе трачу и как раз не люблю пиариться на каких-то хороших делах и никогда, кстати, этого не делаю. Но я работаю, и я люблю красивую одежду, и я люблю какую-то красивую жизнь вокруг меня создавать. И мне не стыдно, потому что это мои деньги, мои заработки. Но люди не готовы, как бы им кажется, что это неправильно. Такие, как я, не могут позволить себе такие вещи, понимаешь? И если Дудь завтра начнёт, мы знаем, что он неплохо зарабатывает, у него дорогая реклама, он классный журналист. Но поверь мне, что если завтра он начнёт, как Моргенштерн, ездить на Бентли, показывать часы... Но если он начнёт подчёркивать, что много заработал... Ну, представь, вот представь, тот же Дудь. Всё рухнет. С теми же классными интервью, с теми же крутыми фильмами. Но Дудь с часами за 7 миллионов и на Бентли. Я тебя уверяю, вот только за один этот факт, при том, что он честно зарабатывает свои деньги, продавая рекламу и платя с неё налоги. Его захейтят сразу. Да, потому что это проблема, в том числе страны. Но я это тоже понимаю. Послушай, это страна, где очень много бедных людей. И в каком-то смысле есть это ощущение, что вроде как неприлично же в стране, где так много людей живут плохо, иметь что-то такое шикарное. И в этом есть справедливость. Я это могу понять. Слушай, а я сейчас обратил внимание, ты оглушила матерное слово. Ты начала говорить выебываться и проглотила. А почему? Ты же у себя на канале материшься. И вообще тебе органично было. Мне вообще органично. Я люблю материться. Но ты понимаешь, что ты такой правильный, Лёша. Ты как моя учительница литературы. Мне сразу при тебе хочется прилично говорить. Как-то видишь, я вот юбку поправляю, что думаю, тоже с таким разрезом к тебе пришла. Я отказываюсь считать это комплиментом. Вот ты покраснел. Мне приятно. Не знаю, поймаю ли это камеры, но ты сейчас покраснел. Я все время краснею в таких ситуациях и очень себя за это, знаешь, корю. Когда ты будешь брать у меня интервью, спроси меня, а мы про это поговорим. Все хорошие родители вкладывают в своих детей максимум внимания и сил, чтобы сформировать в них настоящую личность. Но не всегда удается создать атмосферу, в которой дети могут раскрыть весь свой потенциал. И лето – это куча свободного времени, которое можно и нужно потратить с умом. Например, отправить ребенка за город. Главное – выбрать правильное место. И тут я хочу порекомендовать клуб путешественников «Робинзонада». У «Робинзонады» более 35 авторских программ в самых разных уголках нашей страны, причем не только для детей, но и для взрослых. Для детей «Робинзонада» предлагает программы на любой вкус – туристические, спортивные, сюжетные, военно-патриотические, интеллектуально развивающие, а также походы и путешествия. 90% времени дети находятся на свежем воздухе, развиваясь физически и интеллектуально. Кроме того, детей ждет просто куча самых разных активностей – скалодром, веревочный парк, лодки, байдарки, экскурсии, луки и стрелы, театральные постановки и другие настоящие приключения. Каждая программа рассчитана на раскрытие личности через ситуации личного персонального успеха. Если вы хотите, чтобы ребенок поверил в себя, поверил, что «невозможное возможно» стал инициативным вам сюда. Для взрослых Робинзонада тоже может кое-что предложить. Например, туры в интересные места – на Байкал, в кайтлагерь под Анапой, путешествия в Архыс и в Карелию. А еще есть еврокемпинг на Валдае, куда можно поехать всей семьей в любое время года. Зимой можно покататься в собачьей упряжке, сходить в баню, в лыжный поход, а летом покататься на байдарках по бескрайнему озеру, пособирать грибы, посетить веревочный парк и просто провести время с пользой для души и тела. Теперь не нужно каждый год искать новый лагерь. С Робинзонадой можно путешествовать каждый раз в разные места. Переходите по ссылке в описании и выберите свою идеальную программу для себя и своего ребенка. А промокод «Редакция» даст вам 10% скидку на путевку тура, проводимого до 28 февраля 2021 года. В Робинзонаде нет случайных людей. Все любят то, что делают, и делают то, что любят. Скажи, пожалуйста, когда ты смотришь на цифры, как заходит очередной выпуск, и вот хорошо пошел, хуже пошел, вот этот азарт, который ты чувствуешь, расстройство или наоборот гордость, это сравнимо с тем, что ты ощущала, когда смотрела за результатами выборов президентские? Нет, вообще не сравнивать. Почему? Ну, потому что мне было понятно, что результаты будут очень маленькие. Но здесь ты тоже можешь выпускать какой-то выпуск, про который заранее понимаешь, что он не зайдет. Нет, наоборот, здесь очень много сюрпризов. Почему? Ну, про Ларса я понимала, что это не будет мега-крутые просмотры, потому что вообще... Ну, и на выборах ты тоже понимала, что ты там не соберешь? Нет, ну, послушай, это разное. Про выборы было все понятно с самого начала, и я сразу сказала, зачем я туда иду. Я не было никаких иллюзий и никаких ожиданий больших цифр. А вот с точки зрения просмотров бывают сюрпризы. То есть, например, я выпускаю видео с Комиссаровым, и мне кажется, что это очень крутая работа. Я просто ей горжусь, я считаю, что это крутейшее интервью. Ну, она собрала свой миллион, но я ожидала гораздо больших цифр. А там, например, Ида Галич, ну, классная девчонка, и мне она очень понравилась, но я не ожидала, что это первое место в трендах в течение двух дней. Там миллионы просмотров, огромное количество лайков. Ну, то есть... То есть Ида Галич для меня очень прикольный персонаж, но, по-журналистски говоря, ну, вполне такой себе в ряду других. И вот для меня это необъяснимо. Это интересно, что ты ждёшь и каждый раз не ожидаешь, что же там будет. Скажи, пожалуйста, а зачем ты сделала фильм про Беслан, зная, что его делает Дудь? Это же всё равно, что лечь под каток. И оно и произошло. Ну, это правда. Ну, смотри, мы его начали делать, когда мы ещё не знали про Дудя. И буквально через, по-моему, неделю или две мне кто-то сказал, что он его делает. И я, конечно, очень расстроилась с одной стороны, но потом я подумала... Почему ты не остановилась? Ну, было понятно, чем это закончится. Там 20 миллионов, у тебя 1,2. Ну, да. Ну, послушай, я не привыкла отступать. Мне кажется, ну, вот представь себе, ты уже записал два... Мы на тот момент записали два интервью. У нас была уже организована поездка в Беслан, и там я лично проговорила, чтобы нас приняли. Это было всё не очень просто. И дальше ты узнаёшь, что другой журналист делает то же самое. И да, он соберёт больше, и да, он сделает это, наверное, круче. Но как-то в этой ситуации отступить, ну, это как-то... Это не по-сапчаковски. Это неправильно. Зачем ты пошла в жанр новостей? Ну, это же не твоё. Ну, как, подожди. Как ты, может быть, помнишь, мы запускали слабком программу на дожде, которую я до сих пор считаю лучшим продуктом, который делал дождь в время новостей. И полтора года мы вместе вели новости, делали репортажи. Это было очень классное время. Мы много... Я, кстати, многому там научилась, и многие приёмы. Вот свои программы новостей взяла оттуда. Мы делали много такого классного троллинга, каких-то розыгрышей, сценок. Я вставала на колени с мешком и каялась перед Кадыровым. Мы ходили по городу, значит. Я бомжевала, тоже изображая каких-то депутатов. То есть это была крутая программа, и, к сожалению, время новостей на дожде закончилось. Я подумала, что никто не работает в этом жанре. Твои новости, которые мне очень нравятся, и надо сказать, что я прям вдохновляюсь и говорю, вот крутой журналист. Но они всё-таки другие. Это вот за короткое время выжимка самого главного. Я хочу развиваться в несколько другом направлении. Я хочу, чтобы это были не просто новости, а новости с такой настоящей политической сатирой. И в новом сезоне у нас будет ещё больше всяких внутри роликов, репортажей, отдельных репортеров. То есть это не только я в кадре, это ещё другие люди, которых будет становиться, надеюсь, всё больше. И ещё всякие такие сатирические, скажем так, вещи, связанные с нашей политической ситуацией. Мне вообще кажется, что этого жанра практически нет. Политической сатиры. Почему ты тогда держишься за слово «новости»? Почему не назвать это сатирой, у которого действительно слова нет? Сатира есть, а слово нет. Ну как? Мы же назвали это достаточно шутливо. «Осторожно, новости». Ну, то есть это... Я не претендую на программу «Время». Я тоже не претендую. Я держу на точь. Мы сейчас с тобой перед началом записи говорили про Хабаровска. Ты сказала, что тебе казалось, что всё это искренний порыв, а оказалось, что не такой уж и искренний. Ну, не совсем так. Нет, это вполне искренний. Нет, ну послушай. Я просто не про чёрно-белый мир. Вот, например, когда я стала исследовать тему Хабаровска, мы сделали об этом немного в последнем выпуске, дальше ушли в отпуск, поэтому я вот смотрю просто эту повестку, изучаю. Ну, например, из нескольких источников мне стали говорить о том, что вообще весь этот кипиш связан с продвижением ЛДПР как некой псевдо-оппозиционной партии на выборы в Госдуму. И вот два достаточно серьёзных источника мне подтвердили эту информацию, что вообще всё это – это некая такая подготовка уже к Госдуме, и было принято решение, что никаких новых партий создаваться не будет, ядро не будет переформатироваться в Народный фронт, как это была тоже одна из концепций администрации президента. А сделаем лучше ставку на ЛДПР, потому что они полностью подконтрольные, но их надо тогда надуть некой оппозиционностью. Вот, например, такая версия. Верю ли я в это? Не могу пока сказать. То есть арест Фургала был частью надувания ЛДПР? Вот ещё раз, это такая немножко конспирология, потому что я не верю, что кому-то в администрации президента может быть выгодно, чтобы 50 тысяч человек вышло на улицу. Но не верю, это слишком реальное движение реальных искренних людей, которые вышли негодуя, что с ними так поступают. И я их в этом очень поддерживаю. Я тебе сказала о другом, и готова это повторить, хотя мы это обсуждали без камеры, потому что это такая сложная вещь. Вот смотри, с одной стороны 50 тысяч людей вышли в поддержку. Искренне ли это? Конечно, да. Проплачены ли эти люди? Конечно, нет. Но одновременно я это увидела в своём инстаграме. Вот я пишу про Хабаровск, пишу хабаровчанинам, я с вами, это круто. Пишу следующий пост, и мне начинают писать люди. «Ксения, почему вы молчите про Хабаровск?» Я думаю, господи, я же только что написала. Они не видели того поста просто. Я начинаю заходить на эти аккаунты, и они оказываются пустыми. То есть нулевые аккаунты. Что это значит? Ничего, но это факт. И я думаю, что если ты зайдёшь к себе и посмотришь вот это… У меня тоже много пишут про Хабаровск. Я не говорю, что все, кто это пишут, это боты. Но часть этих людей… Ну вот я в трёх человек ткнула, и несколько, ну и там из трёх два условно были пустые аккаунты. Я не знаю, что это значит, но это тоже факт. Пустые аккаунты, мы с тобой понимаем, это вот те самые мамочки в декрете, которые пишут сообщения. Это значит, должен быть какой-то заказ. От кого он, я не знаю. Так ли это, я не знаю. Может, просто это совпадение или глюк интернета. Но вот я просто вижу, и это тоже. И ещё раз скажу, это не обнуляет искренности протеста, и не обнуляет того, что очень круто, что люди вышли. Но просто мир сложнее. Всегда есть люди с порывами, и всегда есть те, кто на этих порывах немножко паразитирует. И это надо тоже учитывать. А кто твои источники? Не называй, конечно, имён. Они работают в администрации президента, в силовых структурах. В разных структурах, как и у тебя, Лёша. Разные люди, которые по тем или иным причинам делятся информацией. Понятно, что они это делают из своих каких-то интересов, поэтому я стараюсь проверять это в нескольких источниках. Но ты же знаешь, телеграм-журналистика работает. Да, вот скажи мне, как автор популярного телеграм-канала «Кровавая барыня», администрация президента – это единая структура или там тоже много башен, как в Кремле? Нет, конечно, нет. Это очень разные люди, разные интересы, как я понимаю. Они все противоречат друг другу, воюют друг с другом, но тоже не могут делать это прямо. Потому что начальник-то у них один, поэтому они как бы все за начальника. Но на самом деле очень часто заняты позиционной борьбой друг с другом. Твое назначение на «Док-Ток» на Первом канале согласовывалось с администрацией президента? Ну смотри, я думаю, что, конечно же, да. Но я также понимаю, что что-то там пошло не так. Я вообще расскажу уже один раз эту историю тебе первый раз, чтобы уже закрыть эту тему. У нас даже есть общий друг, у которого ты можешь это, так сказать, сверить информацией, Николай Картозе. Этот проект мы замысливали еще за год до выборов. И Константин Львович заинтересовался, я принесла пилот. Он говорит, слушай, ну я не знаю, насколько сейчас вообще возможно тебя вернуть на телевидение, это же в черных списках. Я говорю, слушайте, ну вдруг, вот если как-то получится... А ты с 12-го года была отлучена от телека? Ну да, в 12-м году да. Ну и я подумала, что столько времени прошло. Сейчас уже вроде на СТС. Может быть, можно, знаешь, как ты же просто много лет не спрашиваешь и не ходишь на телек. А может быть, уже можно, может, уже черные списки как-то... Вот, и я пришла с этим проектом к Эрнсту. И мы его обсуждали еще тогда, вот, собственно, свидетель этих переговоров, Коля Картозе, это было за год до выборов. Мы придумывали некий формат, такой тоже смесь новостей, развлекательного. Дальше началась вся история с выборами, и мне самой стало понятно, что, учитывая, что вот у меня появилась такая идея, точно ничего не согласует. Поэтому я честно пришла сама к Константину Львовичу и сказала, слушайте, надо, наверное, заморозить этот проект, потому что мы уже готовились снимать пилот, потому что вот я приняла такое решение. Ну, мне говорят, слушайте, дело твое, хорошо. Дальше прошли выборы. Я тоже какое-то время, как человек умный, понимающий, что сразу мне ничего не дадут делать после выборов, потому что, наоборот, нужно сделать все, чтобы меня нигде не было. Я к этому не приходила и не возвращалась. И дальше, спустя, ну вот прошло сколько, полтора года, я вернулась к этому проекту. Коля уже от него отошел, отказался, потому что он был в тот момент занят другим проектом, как ты знаешь, ему это не было уже интересно. Мы стали делать это на Первом канале. И дальше, и об этом вот я рассказываю впервые, была удивительная история. Как я понимаю, вначале, видимо, ну как-то все это согласовалось. А дальше я готовлюсь к съемке. Мы выпускаем ролики на Первом канале в ванной, где вот я там что-то говорю про то, что, значит, новый проект, на Первом, смотрите. Выходит реклама, анонсируется время выхода. Я еду на съемку, мне звонит продюсер и говорит, «Ксения, не приезжайте, съемка отменяется». И дальше несколько месяцев опять нет никаких съемок. А что происходит? Ты же выяснила, что произошло, кто кому позвонил. Ну, давай так. Совершенно... То есть у меня тоже нет точной информации, как выяснила. Я тут тоже собрала информацию по источнику. У меня нет точной информации, кто кому позвонил. Но этот проект был заморожен на еще какое-то достаточно долгое время, несколько месяцев. Первое движение позвонит Константину Львовичу и спросит, что за... Вот исходя из этого, я могу сказать, что Константин Львович оказался настоящим бойцом. Удивительно при том, что он человек такого высокого уровня, который, в принципе, уже давно ни в ком не нуждается, ни в каких ведущих, ни в какой Ксении Собчак и так далее. То есть, как я понимаю, он отстоял этот проект уже спустя. А ты понимаешь, кто был против тебя? Я понимаю, кто был против меня, но заходя из того, что все-таки я не одна в этой истории, я не думаю, что корректно об этом говорить. Но всем все понятно. Как ты говоришь, всем все понятно. Я слышал, по рынку ходит устойчивый слух, что это замглавы администрации Алексей Алексеевич Громов. Подтверждаешь? Ну, что тут скажешь? У тебя хорошие источники. Скажи, пожалуйста, Ксения, а зачем тебе вообще первый канал в текущей ситуации? Для чего? Чего тебе не хватает? Ну, вот ты понимаешь, мне кажется, что очень важно идти не только в комфортные тебе ниши и говорить не только с теми, с кем тебе комфортно говорить. Вот мне это кажется важным. Я знаю, что многие со мной не согласны. Но, как вот всегда, моя позиция была в том, что надо ходить ко всем СМИ, включая «Раша Тудей», «Соловьёва» и так далее. Да, понимая, что чаще всего это помойка. Да, понимая, что иногда Шейнин будет одевать красный нос и приносить говно в студию. Но если у тебя есть возможность говорить с другой аудиторией, хоть чуть-чуть их куда-то двигать, надо это делать. Первый канал для меня – возможность говорить и немножко двигать, раздвигать рамки форматов для, скажем так, не совсем моей аудитории. И мне это очень ценно. Не могу тебя не спросить про эту историю с Комментаутом Сашей Гудковым, когда ты публикуешь «Чёрный квадрат» в Инстаграме, символ солидарности с БВМ, и ставишь саундтрек «Убили негра». И это было задание в Комментауте для Зиверт, не для тебя. Почему ты за это схватилась? Если ты ещё со словами «это остроумно». Тебе кажется, это остроумно? Ну да, я же там сказала. Я считаю, смотри, я стою на позиции, что шутить можно надо всем. И как раз расцвет американской культуры комиков, всех стендаперов, на которых сейчас ориентируются все те герои, которые в нашей стране пытаются этим заниматься. Это культура, когда ты смеёшься над карликами, над секс-меньшинствами, над тем, что у тебя рак. Это гениальная совершенно реприза. Я сейчас забыла, к сожалению, имя комика, когда он полчаса шутит про то, как у него был рак щеки, как его оперировали. Это совсем не смешные истории, но он смеётся над этим. И в этом огромная сила. Бывают неудачные шутки. Конечно, они бывают у каждого. Но за них нельзя судить, за них нельзя линчевать и нельзя по нормам новой этики, как сейчас принято, лишать человека работы и всеобщее его осуждать. Это неправильно, я с этим борюсь. Поэтому я осознанно взяла этот удар на себя, а я смелый человек, потому что я против этого. Я против того, чтобы кто-то нам запрещал шутить обо всём, о чём мы хотим. Если вам не смешно, вы имеете тоже на это право. Просто пройдите мимо. Просто скажите, Собчак опять странно пошутила. Это окей. Но устраивать из этого... Какой кошмар! Ну, это странно. Да, мне кажется, остроумным на фоне того, когда все постят эти чёрные квадратики и у всех эти одинаковые... Понимаешь, это... Московские европейцы. Мы все хотим платье из города Парижу. Вот у нас такой проблемы никогда не было. У нас не было рабов из Африки. У нас слово «негр», напомню вам, не является ругательным. Вот мы сейчас ведём процесс за границей и понимаем, что это серьёзный аргумент. В русском языке слово «негр» – это название расы, негроидная раса. Вот если вы откроете словари, вы это увидите. Поэтому в нашем языке это вообще не считается оскорблением. Почему мы должны ориентироваться на чужой язык, если в русском языке чёрный человек обозначается как «негр»? Это слово, которому учат детей в школе. Мы другая страна, понимаешь? И другая культура. И я очень за либеральные ценности. Я всегда поддерживаю слабых. Я всегда вступаю за тех, кто в беде. Но я против того, чтобы мы примеривали на себя чужие ценности, потому что в этом ужасный провинциализм. Не думая о том, что за этим стоит. И в этом смысле почему не пошутить над этим? Почему не поставить песню на русском языке прекрасной группы «Запрещенные барабанщики» с этим чёрным квадратом? А почему ты потёрла этот пост в итоге? Потому что закончилась игра, и я написала, что игра закончилась. Это было в рамках этой игры. Понимаешь, мне очень не нравится в ситуации с новой этикой. Следующий момент. Обиженный человек стал центром мироздания. Позиция обиженного человека, чьи чувства мы задели, стала самой социально одобряемой. И это ведёт к тому, что быть обиженным очень всегда выгодно и хорошо. И это на самом деле страшно. Потому что жертв надо всегда защищать. По-настоящему обиженных людей нужно за них бороться. Вот, собственно, наши фильмы мы снимаем, чтобы бороться за тех людей, которые оказались жертвами. Но есть тонкая грань между тем, когда нужно помочь слабому человеку, и грань того, когда слабость становится твоим бизнесом, твоей продажей. Когда ты всё время продаёшь свою жертвенность. И вот это я очень против. Знаешь, как про деньги говорят, что не надо человеку давать рыбу, если он голоден, надо дать ему удочку и научиться ловить рыбу. Ну да, это известный такой тезис. Вот так же про новую этику и позицию жертвы. Но мы сейчас, благодаря новой этике, должны всё время думать о чувствах людей, которых мы можем ненароком обидеть. Вместо того, чтобы учить их, как, например, я буду учить своего сына, не обижаться, не принимать позицию жертвы. Это просто позиция, на мой взгляд, очень неправильная. Она может тебя привести совсем не туда. Сейчас продолжим про новую этику обязательно. Просто, чтобы закончить с этой историей, с Black Lives Matters, ты и до этого высказывалась, примерно то же самое говорила, что сейчас. И мы знаем, что Ауди у тебя отозвало контракт. И бизнес-инсайдер, немецкое подразделение, опубликовало статью с заголовком «Российский посол Брэнда Ауди называет чернокожих глупыми и ленивыми», и ты подаёшь в суд. Ну, потому что это клевета, я не говорила такой фразы. Суд будет где? В Германии? Ну да, мы сейчас готовим переговоры по этому процессу. То есть это такой большой, длинный процесс. Суд будет, скорее всего, в Германии. И да, я не люблю, когда журналисты лгут. Ты хочешь осудить денег? Нет, я хочу защитить свою репутацию, потому что я против расизма. Я считаю, что чернокожие люди должны иметь ровно такие права, как люди любой другой расы. Я считаю, что у всех должны быть равные права, но я считаю, что люди не должны громить ради своих прав магазины, не должны мародёрствовать, что нельзя этому потакать, нельзя, как многие наши журналисты, писать, ну, мало ли, разгромили два магазина. Но люди же за свои права борются. Но это очень лицемерная позиция. Потому что если мы отречёмся от права частной собственности, то порушится вообще вся система. Я не считаю, что тот протест, так как он выглядит сегодня для меня, отсюда и с далёкой России, что он именно антироссийский. Для меня это социальный протест, который прикрывается антироссийскими лозунгами. И выглядит он именно так. А я категорически против любых марксистских идеологий, против левацких идеологий. Я в этом вижу просто попытку не права защитить, а какой-то борьбы за власть демократов, которую они осуществляют за несколько месяцев до выборов Трампа. Мне это всё неприятно. Я вижу в этом огромное лицемерие. И пост мой был о том, что независимо от цвета кожи, люди одни работают и добиваются всего. И есть масса чернокожих людей, которые добились огромных успехов. Обстановились президентами, звёздами, телеведущими, спортсменами. А есть просто люди, которые не хотят работать. И они тоже есть и белые, и чёрные, и азиаты и так далее. И разница в этом, что люди, которые не хотят работать, они начинают винить в этом цвет кожи, полицию, ещё кого-то. Эта позиция мне не близка. Это не значит, что там хорошая власть. И не значит, что Путин там ни в чём у нас не виноват. Но сбрасывать все свои неудачи только на власть, на другого человека – это позиция неудачника. И я против этой позиции. Ты поменяла машину свою? Ты знаешь, мне пришло два новых контракта, предложение сразу надо сказать. Мне это очень порадовало, что люди как-то проявили солидарность. Я выбираю. У меня сейчас два предложения. Ну, я посмотрю, но два предложения у меня есть. Про Ваню Голунова. Да, вот это интересная тема. Значит, Иван Голунов опубликовал… Ну, он, как у нас говорят, прыгнул на Навального, привёл большой список ссылок, которыми воспользовался со слов Голунова Навальный в своих расследованиях, и при этом предъява была, что Навальный при этом прыгает на журналистов. Навальный ответил таким же списком ссылок, что это всё неправда, ссылки неправильные, и Иван Голунов лжец, как сам Навальный пишет. И главный тезис Навального, что вы, либеральные журналисты, сбились в касту, которая занимается тем, что защищает сама себя. Ты на чьей стороне в этом споре? Я однозначно на стороне Голунова и объясню, почему. Мне печально видеть всё то, что происходит с Навальным за последние годы, потому что мне кажется, что в какой-то момент у него были большие шансы на политическое будущее, которые сейчас свелись к тому, что он просто конкурирует с другими журналистами вот таким способом. То есть лайки на Ютубе и просмотры на Ютубе сейчас такое ощущение, что важнее, чем какая-то политическая деятельность. Ну так и там всё перекрыто, насколько я понимаю. Кроме лайков на Ютубе-то не особо что остаётся? Ну, послушай, мне кажется, что в целом неправильно жить по принципам накидываться на тех или иных людей только потому, что они не делят мир на чёрное и белое. Это большевистский принцип. Навальный в своём посте написал о том, что «ну я же не буду про вечеринки «Медузы» говорить. Вот ты, Ваня, сказал про меня какие-то факты, затуманенные, не назвав их и сказав, я знаю про Навального какие-то вещи, но говорить не буду. Ну вот я же так не говорю про то, что я знаю о вечеринках «Медузы» или каких-то расследованиях. Но сам Навальный так делает очень часто. Вот ты понимаешь, например, что он в дебатах у себя на канале, когда у нас была предвыборная кампания, просто бездоказательно сказал, что якобы я пришла к нему домой и рассказала о том, что мне предложили какие-то деньги за выборы. И эта абсолютнейшая клевета стала таким общим местом. То есть вот человек что-то вбросил без доказательств, без фактов, без чего бы то ни было. И это пошло гулять уже как состоявшийся факт, потому что это сказал Навальный. И он так делает очень часто. Сейчас он называет Ваню Голунова, действительно одного из лучших расследователей России, называет его вруном. Просто потому, что Ваня сказал что-то против шерсти. И, к сожалению, это всегда так. В этом же тоже огромное лицемерие. Но вспомни, сколько раз Навальный говорил, что он не ходит на дождь, потому что у Дождя меньше подписчиков, чем у его канала. Ты помнишь, это было прямо много лет. Потом поменялся главный редактор. Пришёл Тихон Зитко, который фанат Навального, очень его любит, делает с ним комплементарное интервью. И Навальный тут же пошёл на дождь. И Соболь туда пошла. Хотя у Дождя за это время подписчиков стало ещё, по-моему, в два раза меньше. Ну, слушай, ну это объяснимо. Ну, это неправильно. Послушай, вот я хожу к тебе, но я хожу и к Соловьёву. И я пойду и к Жене Альбац, и пойду к Симоняне, если она меня посоветит. Смотри, я не хочу быть адвокатом Навального. Я уверен, что он в этом совершенно не нуждается. Но всё-таки в этом споре с Голуновым, в этом ответе Голунову, он идёт по ссылкам Голунова, и каждую из них опровергает. Они просто прыгают, как ты говоришь. Послушай, я прочитала, и действительно, в каких-то вещах он прав по поводу назначения, например, сына Рогозина. Действительно, в статье Сафронова не было никаких фактов, связанных с коррупцией. А был пресс-релиз. Согласились. Но также это признаёт и сам Навальный. Были какие-то ссылки, которые они использовали, как новостные поводы и так далее. Но вопрос же не в том, кто чью ссылку использовал. Это прям детский сад какой-то. В чём вопрос? Основной. Вопрос в том, что он последовательно кидается на разных журналистов, которые не служат интересам свержения Путина, а просто занимаются своей профессией. Для Навального, как для Ленина практически, журналистика его – это способ свергнуть Путина. Всё, что не вписывается в эту журналистику, он не берёт. Но он и другим не даёт права заниматься беспристрастной журналистикой. Быть иногда на стороне власти, иногда на стороне невласти. И вот это спор для меня про это, что он кидается на Голунова, называя его вруном, и говоря о том, что он пропал год назад и не вышел на собственный митинг. Послушай, я его в этом поддерживаю. Почему он обязан был выходить на митинг, растрясая ситуацию, если он не хочет быть частью вот этого политического движения Навального? Это же нормально. То есть, знаешь как, вы хотите помочь детям Германии? Нет, не хочу. Вам что, не жалко детей Германии? Жалко. Просто не хочу. Для Алексея любой человек, который не присоединяется к нему – это враг. Любой человек, который откалывается, который, не знаю, как я, как Дима Гудков, как Кац, но он же на всех, на «Медузу». Он же прыгает на каждого, кто просто не готов по всем пунктам с ним согласиться. И это, на мой взгляд, очень тревожный признак. Ты сейчас сказала словосочетание, от которого я всё время вздрагиваю – беспристрастная журналистика. Бывает беспристрастная журналистика? Бывает какая-то, конечно. А ты считаешь, нет? Бывает журналистика с претензией на объективизм. То, чем мы пытаемся заниматься. Послушай, мне кажется, что это не про тебя. Подожди, а в чём я пристрастна? Я не занимаюсь расследованиями. У тебя всегда есть внятная позиция. Ты всегда её говоришь довольно прямо. И это совсем не беспристрастность. Давай так. Может быть, я неправильно сформулировала. Я имею в виду, что моя журналистика и твоя тоже, и я знаю много таких людей, она не подчинена какому-то одному принципу, в который ты пытаешься встроить всё, что ты делаешь. То есть условно, ты не делаешь все свои выпуски на то, чтобы выделить какую-то группу людей. Ты не работаешь на Путина, и ты не работаешь на Навального. Ты не работаешь на белых или на чёрных. Ты не работаешь на Потанина, я надеюсь, и не работаешь на Алишера Усманова. Здесь в Сити, где мы с тобой разговариваем, тут по соседству, в офис. Особенно приятно об этом говорить. И это сложно, потому что ты иногда говоришь вещь. Я не работаю на Потанина. Я, кстати, уверена, что не работаешь. Просто это про то, что мир сложный. И ты исследуешь эту сложность. И я исследую эту сложность. И я очень не люблю журналистику, которая направлена только на этот принцип. Новая этика. Ты отдельно говорила, что тебя очень бомбит, и ты хочешь об этом поговорить. Тебе вообще кажется, что всё это лицемерие? В нашем случае, в российском. Вот возьмём последний твиттер-скандал. Ну, слово «всё». Я вообще не люблю такие обобщения. Мне кажется, очень много лицемерия там. И очень много, что напоминает мне комсомольские собрания. Вот знаешь, Ларс фон Триер, я когда готовилась к интервью в его книге, мне очень понравилась эта фраза. Он говорил в своих мемуарах, что я ненавижу Америку за одну только вещь. За то, что Америка придумала слово «политкорректность», лишив нас всех возможности честного разговора. Я абсолютно с этим согласна. Политкорректность плоха тем, что в какой-то момент тебе запрещено честно поговорить. «Новая этика» плоха тем, что нет закона, нет презумпции невиновности. Разбирается не факт насилия уже, не факт того, что ты нанёс какой-то физический урон, физически сделал больно человеку. Речь идёт о моральном каком-то этическом кодексе, который тоже теперь должен быть регламентирован. И, на мой взгляд, это дико неправильно, потому что есть уголовный кодекс. Всё, что педофилия, всё, что насилие, это всё про него. Всё про многозначительный взгляд, про то, что я скажу, Лёш, после съёмки, может, сходим в кафе. Это вопрос личных отношений людей. Это нельзя регламентировать. Мои слова могут тебе не понравиться, и ты можешь отказать. Но если я не приковала тебя наручниками и не начала насильственные действия, это вопрос воспитания людей. Я, как человек, который часть своей жизни провёл на гастролях, ведя корпоративы и сталкиваясь с пьяными заказчиками, с людьми, которые… «Ксенечка, давайте сфотографируемся!» Как-то вот и я, и многие мои коллеги в шоу-бизнесе как-то научились свои границы отстраивать. И вот я бы считала своей целью научить других людей эти границы отстраивать. Уметь всегда сказать начальнику, который скажет секретарше, какая у тебя жопа, сказать «Алексей Иванович, ещё раз вы мне так скажете, я уволюсь». Вам ясно? У людей не хватает этой смелости, а потом они перекладывают эту проблему на нас все. Это хорошо звучит в случае Ксении Собчак или секретарши, у которой хватит решимости такое сказать. Но вот приходит там молоденькая девчонка-студентка, ну хорошо, в редакцию, раз уж мы про это заговорили. Она абсолютно на всех смотрит, как на полубогов, понятно. Вот там есть такой харизматичный лидер, чувак. Ты себя любишь, Лёв. Ну я согласна. Давай на моём примере, хорошо. Я так не делал, но тем не менее. И вот он, значит, я просто по контексту этого твиттер-эпопеду, и вот он после какой-то летучки подходит и харизматично берёт её за задницу и говорит «Будет всё нормально, всё хорошо, иди работай». Вот. В этот момент она что, не понимает, что происходит? Она просто в шоке, она растерялась, потому что для неё этот человек кумир, бог там. Она выросла там на его голосе по телевизору или где там на его статьях, понимаешь? Послушай, ну вот мне кажется, безусловно, есть случаи, когда человек ошарашен, влюблён, не знает, что делать. Но он либо влюблён, и он надеется на то, что это станет вот тем самым. Я к тому, что это же уголовным кодексом не оговаривается, то, что положил руку на задницу. Ну а как? А ты предлагаешь это на комсомольских собраниях? Слушай, я почитала этот твиттер-перепис. Ну а как? Ну должна уже быть какая-то дискуссия развернута по этому поводу. Я согласен, что там... Это некрасивое поведение. Ну послушай, это поведение должно считаться некрасивым. И оно так и считается. Слушай, про коллег, которые являются любвеобильными в нашем бизнесе, ходят тоже такие легенды, и никто это социально не одобряет. И про таких и говорят. Ну вот там Вася Пупкин переебал всю свою редакцию. Ну это не вызывает восторга у людей. Все над этим посмеиваются. Есть человек, вот я сейчас скажу, и ты улыбнёшься, потому что ты сразу поймёшь, о ком я говорю, который переебал весь прогноз погоды. И все знают, кто он, вот, и что он, и как. Ну и как-то мы все, как в «Морнинг-шоу», все же молчат об этом, хотя все знают, что человек всю жизнь этим занимается. То есть с выводами «Морнинг-шоу», как сериала, ты не согласна? Послушай, там есть очень классный эпизод, и я очень люблю этот сериал. Когда помнишь про эту девушку, с которой вся эта история происходит, говорит, послушай, на что ты, я не помню, кто это ей говорил, она говорит, «На что, ты просто стажёр или гостевой редактор в компании? Он повёз тебя в номер, пригласил. Ты пошла к нему ночью в номер, ты там осталась, и ты что не понимала?» Просто каждый же человек, послушай, каждый человек считает себя уникальным. Он считает себя пупом земли. И когда Алёша Пивоваров берёт юную стажёрку за руку и говорит «Пойдём сегодня ко мне вечером», ей кажется, что сейчас мне удастся то, что не удавалось никому. Я очарую Лёшу настолько, что он завтра на мне женится. А когда через три дня выясняется, что Лёша с ней еле здоровается, то ей становится обидно, и иногда хочется отомстить. И такого тоже очень много. Поэтому, какой вывод? Дело Харви Вайнштейна очень важное дело, и я всецело за его задержание, арест и срок. Почему? Потому что это дело не было построено на том, что он кого-то щипнул за задницу. Это дело было построено на реальных фактах насилия, на показаниях свидетельниц. То есть там основные дела – это три случая изнасилования, именно физического изнасилования. И откупа за это изнасилование, деньги, которые были заплачены за молчание. Дальше к этому были присоединены факты ещё вот такого вот домогательства. Но это должно содержать уголовную статью. И мне кажется, это крайне важно, потому что иначе мы теряем презумпцию невиновности. Как ты будешь доказывать? Любая девушка, которая к тебе приходит на работу, может такое тебе говорить. Как-то у тебя не будет возможности защититься. Последнее, что я хотела сказать, это важно. Я прочитала твиттер-переписку. Мне было интересно. И я нашла там реальный случай, когда девушка обвиняет какого-то создателя фирмы не помню чего, каких-то журналов в том, что он её ментально насиловал. И прикладывает переписку. Я читаю всю эту переписку. И она признаёт, что да, насилия не было. Мы жили два года, но он ко мне плохо относился. Он, значит, изменял мне, открыто говорил, что у нас с ним лёгкие отношения, не хотел контрацептов, а я была из-за этого вынуждена потом делать аборт и так далее. Но человеку 19 лет. Она взрослая, совершеннолетняя. Но он, судя по этой переписке, вот этот человек, это человек-мудак. Но в нормальном мире как бы папа должен этой девочке 19-летней объяснить, что послушай, Маша, Глаша, в жизни встречаются мудаки. Они врут, они хотят тебя использовать. От них ничего, кроме проблем, Далеко не всем Машам и Глашам это объясняют. Ну хорошо, но это не может объяснять общество на комсомольских собраниях. Скажи мне, Лёша, чем это отличается от тех советских времён, которые мы с тобой ещё мимоходом застали, когда на партсобрании реально разбирали, вот муж ушёл от семьи с двумя детьми к молодой любовнице. И его за это могли исключить из партии, могли пожурить, заставить вернуться в семью. Ну что, это разве правильно? Если совершеннолетние, взрослые люди что-то делают, и никто никого не насилует, значит, они должны нести за это ответственность. Значит, перестаньте быть инфантилами. И если мужик тебе говорит, я не хочу предохраняться, потому что мне вот так хорошо, а ты по какой-то причине на это соглашаешься, значит, неси ответственность за те последствия, которые могут возникнуть. Мне не нравится. Это же абсолютно путинское отношение к народу, как к детям, которые несознательные, которых нужно, значит, всё им говорить, как делать. 18 лет – возраст, согласие. Ты взрослый человек. Научись давать отпор. Научись, если ты хочешь трахаться с презервативом, говорить об этом и не трахаться иначе. Или не жалуйся, если тебе приходится делать аборт от человека, который вот так тебя заявляет. То есть, ну, мудаки будут всегда. Их нельзя новой этикой сделать главными антигероями и увольнять с работы, потому что это неправильно. Это, ну, как сказать, это партсобрание. Это неосоциализм. Это Советский Союз, который, я надеялась, кончился навсегда. Но вот он в этой форме вернулся. Ты за капитализм? Да. Как дела с твоим крабовым бизнесом? Да никак. У меня нету никакого крабового бизнеса. Он не сложился. Я попала... Эта история закрылась у тебя? Закрылась, да. Ну как, ну, то есть она там в судах находится, но сейчас речь идёт про то, чтобы не потерять деньги и там сложный процесс. Но я точно на этом ни копейки не заработала. И всё то, что было обо мне сказано заказными каналами типа Незыгаря, это, конечно, ну просто какая-то там междоусобная война вокруг этого. А что было? Ты просто вложила свои деньги в некую историю, на которой хотела заработать, и всё пошло не так? Ну, послушай, я не хочу вдаваться в детали, потому что у меня есть партнёр, и там я понимаю, что есть... Ну, в целом, видишь, я так рамочно обозначаю. Уже мы это всё сказали у Соловьёва, могу сказать ещё раз. Был партнёр, который предложил мне сделку, которая показалась мне интересной. Ну, вот дальнейшие события показали только одно, и в принципе правильно мне показали, что, Ксюш, не суйся туда, в чём ты ни хера не понимаешь. Ой, это хорошее правило. Не только Ксюше применим. Потому что я честно сказала, что я ни хера не понимаю, но партнёр, с которым у меня до этого было много всего, мне казалось, что я ему доверюсь, и всё будет хорошо. Так не всегда происходит. Давай вернёмся к твоему ютуб-каналу. Ты год назад взяла интервью у своего нынешнего мужа Константина Багомана. Я, кстати, с ним учился в одной школе, как сказать, я недавно узнал. Правда? Да. Он причём на год младше у меня, по-моему. Ты у него брала интервью, в том числе шла речь про то, что он доверенное лицо Собянина, и ты сказала, что Собянин – прекрасный мэр. Много случилось всего за этот год. Поменялось ли твое отношение к Сергею Семёновичу? Ну, послушай, конечно, я не могу оправдать и присоединиться к тому, что происходило по разгону митингов и так далее. Но я также понимаю, что с Собянином ведёт ожесточённую борьбу та башня, которая для меня является самой страшной. Это? Ну, это силовые структуры, это в том числе люди в администрации президента. Надо понимать, что Собянин очень усилился за время коронавируса, потому что он показал в Москве реально блестящую эффективность больниц, развернутые больницы. Ни одного дня, когда люди не могли бы попасть, не попасть на койко-место, ну, такого реально не было нигде, это факт. То есть вот у меня много друзей в Нью-Йорке, и туда реально нельзя было попасть в больницу. То есть вот у меня есть реально семья, которая рожала в Нью-Йорке во время коронавируса, и они рожали в коридоре, потому что палат не было, и это за большие деньги они делали. Ну, то есть вот надо понимать ситуацию. Всё-таки в Москве конкретно была создана такая ситуация, что ни один человек, который нуждался в помощи медицинской, не остался без неё и не лежал в коридоре. Это усиливает очень сильно Собянина с точки зрения вот этих политических башен. Очень большие силы не хотят, чтобы он стал премьером или, не дай бог, потом преемником. За это ведётся большая борьба, потому что надо понимать, у Собянина сейчас последний срок. И поверь мне, через год, или там сколько ему осталось, два года, по-моему, осталось, люди будут говорить, какой же был мэр Собянин. Вот сейчас у нас вот как про Суркова. Вот пришёл Володин, и все стали вспоминать сразу, что Сурков же такой был изощрённый человек. Поэтому я считаю, что Собянин много делает для Москвы хорошего. Да, я не поддерживаю его высказывания, но я тоже понимаю, как они делаются. То есть я понимаю, что условно, если Собянин не выходит и не говорит тех чудовищных вещей, которые он сказал про разгон митингующих, то это не будет считано как присяга Путину. И это будет ещё один аргумент положить на стол Владимира Владимировича и сказать, Владимир Владимирович, смотрите, Собянин-то поддержал протестующих, он-то на стороне оппозиции. Вот вам нужен такой мэр в федеральном городе? Это всё такая очень сложная игра. Тебе иногда приходится говорить… То есть я ни в коем случае не оправдываю, но я понимаю политическую интригу за этим. И ты вспомни, как сразу все телеграм-каналы про кремлёвские обрушились на Собянина. Это же тоже не случайно. Его мочат очень часто про кремлёвские каналы. Тот же Низыгарь, очевидно, мочит Собянина постоянно. А что ты думаешь о расследовании базы по поводу того, что Собянин подарил квартиру Константину Богомолову в том доме, где живёт Татьяна Миткова, вице-мэр Алексей Немирюк и вот это всё? Ну слушай, мы, естественно, это всё читали, но мне тут нечего сказать. Понятно, что Константин купил сам. Во-первых, ты бы видел эту квартиру. Она размером с эту комнату. Мы можем туда с тобой, я не шучу. То есть это реально квартира, но вот такого метража. То есть она сколько там, 50 метров или 60. То есть это вот такая комната, одна. И он жил полгода по съёмным квартирам, копил на эту квартиру. Послушай, он не настолько, давай так, не настолько плохо зарабатывающий режиссёр, что он не может себе позволить квартиру в 60 метров. Это не то, что он купил себе дом Елены Малыша. Ну как бы, то есть его спектакли и его фильмы… То есть это не было подарком, если короче? Ну это полная чушь. Ну конечно. Давай поговорим про твой лучший фильм, который вышел две недели назад, про Среднеуральский монастырь и Сергия. Я ещё раз повторю, что я считаю, что это твоя самая большая удача за время существования Ютуб-канала «Осторожен, Собчак». Ну не только моя, а всей командой. И Сергея Ерженкова, который к тому же и физически пострадал. Я ему даже написал, что то же самое, что сейчас тебе говорю. Скажи, пожалуйста, ты задаёшься там вопросом, что один из вопросов, который в этом фильме сформулирован, выяснить, кто стоит за Сергеем Романовым. Это, собственно, Сергей есть. Кто, ты поняла? Там звучит фамилия Суркова. Ну слушай, это одна из версий. Я не думаю, что сейчас... Вот, собственно, мы об этом говорим в фильме. Я не думаю, что сейчас Сурков по-прежнему чем-то вообще подобным может заниматься. Но изначально, конечно же, он был связан. Мы рассказываем об этом в фильме. И, собственно, его пресс-секретарь, который был и в нашей организации, и был связан со многими мутными делами тогда ещё Владислава Юрьевича. И, собственно, сам Сурков через союз ДНР был связан с Сергием Романовым. То есть они точно были знакомы. Я пыталась получить комментарии Владислава Юрьевича, к сожалению, он их не дал. Но то, что какая-то взаимосвязь там существовала, и, может быть, в какой-то момент это могло подогреваться и связями, и деньгами, такая версия существует. Ещё раз мы говорим об этом. Она не может быть на сегодняшний момент стопроцентно доказанной. Но то, что это те же самые, скажем так, православные тетушки, которые участвовали и в всех событиях, связанных с храмом, и забастовок вокруг храма. Ты имеешь в виду сквер вот этот? Да, да, да. Это всё одни и те же люди. То есть это такой силовой блок православной церкви, который сейчас стал не очень подконтролен. И в этом смысле это те же люди, которые были связаны с ультраправыми националистами. И Могуч, который у него является сейчас пресс-секретарём, это человек, который просто напрямую был связан со всеми организациями, которые делались ещё с Урковым. с нашистами и прочим. Да, мы помним, что там действительно Джин вырывался из бутылки убийства Маркеловой и Бабуровой. Такой печальный пример. Но как ты объясняешь, что сейчас Сергий называет Путина врагом народов, антихристом, призывает людей выходить на улицу на минуточку, и с ним ничего не происходит, за ним никто не приходит? Как ты это объясняешь? Ну, я это объясняю тем, что никому не нужны кадры Росгвардии, атакующей монахини. Потому что надо понимать, у него действительно очень преданная община. То есть это, по сути дела, община, построенная по принципам секты. Это вот женщины, которые на фоне подводки… Которые не пускали тебя в монастырь. Не пускали. Вот поверь мне, они так же встанут, когда придут росгвардейцы. Там же ещё поставят детей первым рядом. И кадры того, как с дубинками бьют паству Сергия Романова, не нужны никому. Поэтому я думаю, что для РПЦ это огромная головная боль. И они просто сейчас не очень понимают, как с этим вообще быть. Главная цель того, что мы сделали, это чтобы как можно быстрее хотя бы оттуда забрали детей. Потому что как минимум, мы тоже об этом говорим, нам известен один факт человека, который находится сейчас… Это много сейчас детей? Ну, насколько я понимаю, достаточно много. То есть общий порядок, включая подростков, это до ста человек в скитах и в самом монастыре. А что ты чувствовала, когда там была? Ты лично? Внутри? Ну, вокруг, внутри. Ну, слушай, мне было страшно, честно говоря. В какой-то момент было страшно уже, когда мы были внутри, когда я поняла, что я в какой-то момент… Там был такой вот переломный момент, когда стало понятно, что они нападают уже на нас. И я понимала, что мне надо защитить камеру Сергея, потому что как-то всегда ты работаешь так, что если человек с камерой, ты как ведущий, ты должен защитить свою камеру. И я вот так стою, и я понимаю, что Филипп, послушник которого они избили, который был с нами, он же не знает, как работают журналисты в таких ситуациях. И я всем говорю, стойте рядом. Там это на видео слышно. Я пишу, стойте, никуда не уходите. Все стоим рядом. Потому что я понимаю, что нельзя, чтобы нас разбили. И когда я вижу, что его уже куда-то отводят и начинают избивать, и это такой выбор, что либо я бросаюсь его защитить, потому что меня не трогают и как-то опасаются. И вот камера, и я начинаю к нему бежать, и прекратите его бить. И в этот момент меня оттаскивают, и как бы нас разбивают в три группы. И я понимаю, что вокруг каждого из нас стоит плотный круг людей. Я не вижу Серёжи, не понимаю, что с нами происходит. Мне было в этот момент прямо очень страшно. Я поняла, что ситуация вне контроля вообще какого-либо. Что-то про свою страну новое, чего ты не знала, ты в результате этой ситуации и этого фильма узнала? Я это всегда знала. То есть нет? Ну, в этом смысле я просто всегда знала, что есть огромное количество фанатиков, огромное количество людей, готовых на всё, людей зомбированных. Этого просто очень много. Они сейчас стали сильнее, чем были некоторое время назад? Они стали смелее. смелее стали, потому что в какой-то момент чувствовали поддержку, чувствовали, что на их стороне правда. Ну, как им казалось. И это придавало смелости. Вот, понимаешь, я абсолютно уверена, что не было бы ни ДНР, ни всей этой истории со Стрелковым-Гиркиным, ни истории с Романовым, если бы в какой-то момент сама власть не дала им квоту на то, что вы можете быть в общем поле. А они в какой-то момент почувствовали себя теми, с кем вообще ведут равный диалог, кому власть позволяет быть в легальном поле. Знаешь, я никогда не забуду, что мы делали какую-то программу сто лет назад про Баркашова и про антисемитизм. Я позвонила Ингеборге Добкунайте и пригласила ее. Я говорю, слушай, вот мы обсуждаем Баркашов, опять что-то. Она говорит, послушай, я сейчас в Англии, тут такие программы, тут такие дискуссии можно вести только в тюрьме. И она в этом очень права, я это очень запомнила. Вот есть дискуссии, которые можно вести только в тюрьме, сидя на нарах. Вот нельзя каких-то людей, какие-то экстремистские силы выводить в легальное пространство. И когда я вижу Квачкова, который стоит, как вот Кашин гениально написал, коллаб года Квачков и Сергий Романов, и говорит, я приехал поддержать батюшку, потому что он выступает против еретиков, еретиков, жидовствующих. И это, как бы говорится, в нормальном пространстве жизни на камеру журналистам. Вот это то, что дала им власть в какой-то момент. Дала им возможность легализоваться. И как это сейчас остановить, непонятно. Дывает у тебя, что ты не понимаешь свою страну, не понимаешь, как это вообще возможно? Или ты чувствуешь, что ты плоть от плоти? Это вот очень важный для меня вопрос. Бывает, что не понимаю. Бывает. И бывает, и хочется такую, вот хочется справедливость, чтобы восторжествовала. А понимаешь, что люди должны сами какой-то путь пройти. Что иногда ты борешься за эту справедливость, а она не всегда нужна людям. Вот. В том числе в этом фильме. Вот я до конца не знаю. Вот мне казалось очень правильным показать настоящее насилие над этой девочкой Христиной. Потому что, на мой взгляд, настоящее насилие – это не только Сергий Романов. Это и её супруг, который вот так с ней разговаривает сейчас, понимаешь, или говорит ей после того, как человек выходит из монастыря, чего-то там не накрашенное. И мне кажется важным, чтобы она это поняла. А с другой стороны, я думаю, а имею ли я право в это вмешиваться? То есть я это вижу со стороны, но какое я имею право как бы ей это навязывать, эту точку зрения? А у тебя часто вот эта мысль возникает, какое я имею право в это влезать и свою голову приставлять людям? Да, я должна иметь какое-то оправдание, почему я это делаю. Но очень серьёзное. То есть здесь, мне кажется, для меня было важным моментом, что я хочу вырвать человека из этого порочного круга, что я уверена, что это тоже закончится домашним насилием и какими-то историями, которые могут погубить человека. То есть опасность, когда я чувствую опасность для жизни, для человека, она для меня в приоритете. Но такие мысли часто возникают. И ситуация, когда ты чего-то не делаешь, отступаешь и молчишь, когда могла бы сказать, бывают? Были, да. Не могу. Ты знаешь, не потому, что что-то скрываю. Ну, давай так. Я скажу только очень обтекаемо. У нас была история после одного из наших фильмов, когда человек, с которым, ну, он для меня прямо идеологический враг. Вот всё, что он говорит, это вредно, это отвратительно. Но из-за нашего фильма его должны были уволить, потому что, собственно, увидели все эти факты. И это был такой сложный момент. Потому что, с одной стороны, я не разделяю то, что он проповедует, о чём говорит. А с другой стороны, я не считаю правильным его увольнять за взгляды. Понимаешь? Потому что я по-настоящему демократ. Я не делаю вид. Я по-настоящему считаю, что человек имеет право на свободное мнение. Не зови этот фильм. Блин, ну, не хочу. А ты к чему? Я говорю, что я позвонила и использовала свои связи, чтобы человека оставили. И когда человек говорит, подождите, ну, он же... Ну, это же... Я говорю, да, но вы не можете его увольнять за мнение. Это неправильно. Вы же его до этого не увольняли, а сейчас получилось, он же не нарушил закон, он же никого не... Вы его собираетесь уволить за мнение. Потому что общество решило, что мнение неправильно. И да, я считаю, что это мнение неправильно, но его нельзя за это молить. Ну, назови уже, о ком речь. Не могу. Ну, за кадром. Нет, я тебе скажу за кадром. За кадром неинтересно, Ксения. Ну, послушай, я не хочу ему ещё сейчас... Понимаешь, это неправильно. Я сделала какой-то выбор для себя, а сейчас мы опять это всё... И его, не дай бог, опять с ним что-то случится. Не хочу. Я сейчас первый раз Ксению вижу в обратной ситуации. Обычно я вижу, как ты уговариваешь, и даже вот в этом фильме. Ну, мы же сделаем большое дело. Вот это всё. Ну, ладно. Уже сделали хорошее дело, оставили человека. Пусть несёт свой бред. Имеет право. Каждый человек имеет право на мнение. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Ксения.